Хотите получить халяву на сайте MyKsGo? При пополнении в поле промокод вводите STR777 и получаете халяву в виде 35% пополнения своего баланса. То есть, захотели пополнить на 1000 рублей, вводите вот этот промокод STR777, который в описании под этим видео, получаете 1350. Если ничего не вводите, получайте свой косарик, который хотели. Поэтому обязательно вводите этот промокод и получайте халяву. Здорово, бродяги! Здорово, братушата! Всем доброго времени суток! Так, большущим уважением вам говорю, что рад вас видеть на моем YouTube-канале. Численность подписчиков вы, наверное, уже видели. Я перевалил за 10 тысяч подписчиков, и это очень-очень радует. Хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы подписываетесь и смотрите мой контент. Я стараюсь. Закидываю свои денежки. Когда-то закидываю маленькие, вот как сегодня, к примеру, 250 рублей с промиком закинул. Иногда бывает закидываю по 100, по 150, по 200 тысяч рублей. Поэтому контент абсолютно разношерстный. Я думаю, вам он нравится. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, прожмите лайкосик и обязательно в комментариях напишите свое мнение. И колокольчик по классике обязательно включайте, потому что ролики я стараюсь выкладывать каждый день. Сейчас небольшая буквально пауза была у меня в контенте, потому что личные какие-то дела были, там переезд и все вот это прочее. Что у нас сегодня? У нас сегодня изи-дроп на повестке дня. Изи-дроп со вторым сайтом MyKSGO. На обои сайта закинул по 250 рублей с промиком на 35%, что в сумме получим в районе 350 рублей. Поэтому, ребята, реально пользуйтесь всегда промокодом. Промокод это изи, это просто халява. Вот я даже зашел на изи-дроп, я вот здесь скопировал промокод, вот этот, только он был на 30% или на 35% и получил халяв на плюс 100 рублей. Это всегда приветствуется, поэтому обязательно юзайте тоже промокоды, они полезны. Давайте начнем. Будем сегодня просто смотреть в целом, что его дает, вообще, что сегодня по шансам. Вообще, реально лист таких маленьких, из маленьких балансов что-то выбивать на таких больших сайтов, как изи-дроп, как MyKSGO, CaseBattle и так далее. В этом ролике, я думаю, будет понятно, стоит ли закидывать такие маленькие депозиты на такие сайты. Вообще, в целом, я недавно выкладывал сериал из пяти серий, где я доходил до определенной дорогой пушки с определенного маленького баланса. Напишите в комментариях, смотрели вы это или нет. Если смотрели, напишите, как вам, стоит ли сделать что-то подобное, потому что у меня так-то на самом деле появилось желание сделать еще один сезон сериала подобного, потому что обратная ваша связь была достаточно такая хорошая. Поэтому напишите еще раз, чтобы я убедился и сделал всю эту историю еще раз. Так, кейс бомжа. Три раза. Три раза по одному разку мы с вами сейчас откроем, посмотрим вообще, чего он нам даст, не даст. Так-то бесплатные кейсы не порадовали от слова совсем ничем. Самая дорогая пушечка выпала за 7 рублей. Первый кейс бомжа нам дает 9 рублей, минус 40 рублей сходу просто с момента. Как в шикарную дропу такая вот тема могла залететь. Второй дропчик нам залетает Драгомер Кавалерия стоимостью там 100 рублей, наверное. Мы сейчас находимся 0, 155 рублей. Я почему-то до сих пор, кстати, не могу открывать вот так вот 2-3 раза. Я не знаю, с чем это связано, посмотрите мои ролики, где я снимал по изи дропу, я никогда не могу нажать на 2-3 раза. Чем это связано, хрен пойми, надо написать в поддержку, наверное. Ау, гроза залетает, мы ее продаем, открываем фастом, опять залетает шляпа, мы ее продаем, открываем фастом, залетает 0. Продаем, открываем фастом и последний разочек его откроем. Посмотрим, если сейчас даст слив, значит можно идти в кейс за сотку и вероятнее всего там получим с вами окуп. Но нам залетает гроза, соответственно, мы что делаем, мы продаем. Почем? 6 тысяч рублей. Понимаю. Новогодний кейс номер 6. Это что такое? Кейс событий, получается, на 20% больше очков пропуска. А это пропуск, да? Нифига, нормально, там 6 тысяч затащил. Так, давайте в кейс за сотку залетим. У меня есть ряд своих любимых кейсов, по типу древний кейс, который можно нормально выдавать здесь. Что мне здесь падало? Да так-то много, что мне здесь падало, на самом деле. Вот эта эмочка часто, гидра вот эта часто падала мне. Но надо найти что-нибудь еще поинтереснее. Гравировка не очень, проклятие Санжа тоже не очень, там чисто ножи. Ну давай попробуем, ладно, древний кейс 2 раза откроем, посмотрим, если даст что-то хорошее. Рублей на 500, на 700 будет хорошо, хотя он может спокойно дать. Вот древняя истина, остановишься? Да, древняя истина, это, по-моему, 0. 110 рублей, да, это 0. Давай еще разочек его открываем. Ну тут рассчитывать надо на гидру, который, в принципе, стоит, может, и 2, и 3 тысячи рублей, как и 200, и 300 рублей. Также на эмочку. Буство, какао буство, 63 рубля, минус 40 рублей, окей, принимается. А, потом, на что еще можно рассчитывать? Рука Рамсеса, Стикс, Ширп, некоторые здесь стоят достаточно так хорошо, 195 рублей, вот, пожалуйста, где? Тег 9, Окуп Х2, 198 на балике. Слушай, навали что-нибудь закасать, дай мы пойдем на кейсы подороже, на кейсы поинтереснее. Или, вон, Драгон Лор, или кейс, этот, нож Легенда, было прям хорошо. Давай, пастом. 755 рублей, вот это приветствуется, укус Сибека. Всегда хочу прочитать укус, ладно, не буду говорить. А, продаем, 890 рублей лежит на балике, сейчас мы с вами идем в кейс бомжа, нам обязательно, не, давайте, Сальвикуша, обязательно нам нужно посливать. А сейчас мы посливаем 3-4 кейса, раз, два, три, и вот последний раз мы сливаем. Смотрите, по-любому надо, потому что Изидроп, вот, у каждого сайта есть, на самом деле, свой характер. Вот, у Изидропа, собака сутулая забайтила, у Изидропа есть характер такой, что он, короче, он тебе на последний момент прям может дать достаточно хорошо. Запрещеночку разок тыкаем, и потом пойдем, наверное, кейс рублей за 250, за 300, что-нибудь попробуем открыть. Вот, экзоскелет хотя бы, дал бы в ноль, было бы хорошо. 600 рублей, 100 плюс, что мы здесь можем открыть? Изи тайны, в принципе, почему бы, как говорится, и нет. Летний кейс хорошенький, зелененький кейс, давай-ка летний кейс, поехали. Два раза летний кейс, даже три раза откроем летний кейс, но что-то, да, по-любому, отсюда наваля, только вопрос, что? Вот это, или вот Neo Noir за 2-3 тысячи, был бы прям вообще шик, блеск, хорошо, вкусно, сладко, гениально. В принципе, вот эти все пушечки нам могут затеять, кроме вот этого. Так, перчатки, остановитесь, остановитесь, времена года, сотка, ладно, сотка, 114. И последний раз мы открываем, точнее, крайний раз открываем кейс летний, даст он нам сейчас тоже, скорее всего, что-то из этих двух, почему-то чувствую. А, нет, нет, Neo Noir, ну, вот, стоить может, вот смотри, стоит 544 рубля, мы сейчас зашли с баликом, а, ну да, так и зашли с таким же баликом. Он может стоить то 500 рублей, он может стоить 3000 рублей, от чего это за, ну, понятное дело, от флота зависит, типа, даже не то, что от флота, а от качества. После палевых или после чего, давай фастом, 59 и обычным способом. На балике опять 150 рублей, а сейчас, чекайте, он сольет, я прям гарантирую, он сольет эко. Ну, эко сколько, ну, 150 рублей, да, 198, и давай тогда фастом, чик, 39, все, нам больше не хватает. Кто-то выбил перчатки, откуда перчатки выбиваешь, братишка, поделись, а, изи перчатки. Две пары перчаток, чувак, затащил, неплохо, неплохо. 195 рублей, че, давай сорви куш, фаст раз, окей, фаст 2, 3, 4, и обычным способом, 3 раза еще, сейчас его откроем. Смотри, он опять перчатки затащил. Слушай, нормально, но такие кейсики на фарм кейсы, изи перчатки, которые кейс стоят где-то от 500 рублей, нужен барик хотя бы, тысяч 10 нужно туда заходить. Ну, типа, смысла нету на фарме там косарь с 200-300 рублей и заходить туда. О, колымага, неплохо, 239, давай фастом, 544, неплохо, братишка, хорошо идешь. Продаем, 695 на балике, а давай теперь откроем кейс изи тайная. Я знаю, что здесь можно сейчас выпасть ширп, все знаю, но может выпасть, блядь, вот щелкунчик бы хотя бы дал бы, было бы хорошо. Но мы продаем, но еще раз, к сожалению, нам не хватает. Ну, ладно, не расстраиваемся, сейчас опять попробуем открыть. Давай ездить за секречное, 98 рублей остается, какой-нибудь царекс бы дал бы за тысячу, полторы, две, три тысячи рублей, только не ширп. Вот антиквариат поинтереснее было бы, но янтарный грейтен тоже может стоить много, 60 рублей. 60, мать его, рублей он стоит. Я тебя понял, три раза открываем кейс бомжа, раз, 32, два, три, и еще два раза, раз, два, я тебя понял. 23 рубля, заходим сюда, ставим от 50, стоимость меняем, ставим балик, добавляем весь, 30%, оп, оп, и мимо. Да, а нет, зашел, а нет, мимо. И 7 рублей у нас остается, также мы сейчас закинем его контракт в апгрейд на 50 рублей. А вот этот, по-моему, зашел, нет, тоже перекатился. Окей, погнали на второй сайт, на сайт MyCSGO. Итак, ребятки, я на сайте MyCSGO, прежде чем я начну, вам посоветую перейти на мой YouTube канал, ознакомиться с моим контентом, потому что я уверен, что вам понравится. Ваша задача просто перейти, посмотреть, давайте, 3-4 видосика, которые я снимал. Если вам нравится, а вам по-любому понравится, тогда подписывайтесь обязательно на мой канал. На сайте MyCSGO баланс я пополнял с промокодом, который называется str777, который дает буст, который дает халяву, который дает много всего в виде 35%. Объясню еще раз. Вы пополняете депозит, ввозите этот промокод, плюс 35% от вашей суммы вы получаете поверх своего баланса. Я считаю, а депл 250 рублей, 337 пришло на мой баланс, копейки были уже на балансе. Приятного просмотра, это сайт MyCSGO, попробуем здесь окупиться. Давайте посчитаем, пик у нас был, по-моему, что-то 850 рублей на изи-дропе. Сейчас посмотрим, какой здесь у нас будет пик. Баланс небольшой, слиться изи, но будем открывать дешевые кейсы по 10-13 рублей, надеяться на то, что отсюда прилетит какой-нибудь нам с вами окуп. В принципе, это слив, а нет, это 0. Ладно, минус 16 рублей. В майнинг кейсы пойдем, когда будет хотя бы 1000, ой, 1000, точнее, рублей 600-700 плюс, тогда пойдем в майнинг кейсы, потому что там одно открытие стоит неплохо. Вот плод воображения было бы хорошо, но кавалерия нас в нуле оставляет. Мое почтение, кавалерия, когда вы так подорожали, 130 рублей вы всю дорогу стоили. Слушай, вот за что люблю MyCSGO, если скины дорожают, у них на сайте они тоже дорожают, а кейс остается в одной и той же цене. Вот револьвер градиент 68 рублей, вот он даже нас в ноль не уводит. Слушай, нормально, 700 рублей плюс уже имеется, и я пока, наверное, не пойду. 211, 800 рублей, окей, хорошо. Пока в майнинг не пойду, давайте, ладно, косарь плюс сделаю и иду в майнинг кейсы. В майнинг кейсах постараемся, конечно же, постараемся выбить что-нибудь хотя бы за пару тысяч рублей. Если получится, это получается плюс-минус x10 от нашего депозита, мы уйдем в плюс, и это будет очень хорошо. Как бы в целом, да, у меня нет задачи сейчас прям максимально окупиться, у меня есть задача с лоу баланса посмотреть, на какой сайт заходить. И точнее, показать вам все это дело. На какой сайт лучше заходить с балансом 200-300 рублей. Конечно же, кейс бомжа, куда же без него. Для лоу депозитов, ребята, записывайте обязательно вот эти кейсы. Кейс бомжа, это вообще какая-то имба. Не знаю сейчас, как он будет меня окупать, будет он меня или не будет окупать, но я буду надеяться, хотя 3, 4, 5, это косарь плюс. Это косарь плюс. Вот я серьезно говорю, стоит 28 рублей один кейс, по 10 раз просто его открываем. Здесь есть вот такой ширп, P90 артическая сетка стоимостью 420 рублей. И, соответственно, когда вы залетаете сюда, у вас есть большая вероятность выбить хотя бы элементарный вот этот ширп, который уйдет вас окуп в минимум x2. Это, я думаю, очень хорошо. Вот смотри, в принципе, сейчас вот второй подряд слив идет. Давай посмотрим третий. Третий подряд тоже слив. И вот сейчас, вероятнее всего, даст окуп, потому что... Нет, не дал. Окей, окей. Но все равно это не оставляет того факта, что этот очень хороший кейс. Это 0, да, наверное? Да, это 0. Слушай, был косарь. Слились в пятихатку. По-братски, навали мне опять косарь, и я уйду отсюда. Что-то я просто поторопился. Во, отлично. Гипноз. Хорошо. Блин, обожаю этот кейс. Полторы тысячи, ребятки. Я говорил, когда уйду за тысячу плюс, зайду в майнинг кейсы. Поэтому майнинг кейс 10 раз. Давайте попробуем два раза по 10 раз каждый кейс открыть. Это 250. Это, в принципе, ну, нормально. Нормально. Хватит. Баланс нам хватит. Что-то да по-любому мы выбьем отсюда. Отсюда хотя бы по 90. Петушка хотя бы отсюда выбиваем. Будет хорошо. 20 раз открываем. Ничего не прилетает. Окей. Азимов идет подальше. Открываем Сайрекс. С лоу балансом, вы как можете заметить, я всегда, абсолютно всегда залетаю на майнинг кейсы. Потому что это фишка моей CSGO. Фишка в том, что он может тебя поднять на этих кейсах. Платя там 100, 120 рублей. 123 рублей, если быть точнее, да? 123 рублей 50 копеек. У тебя есть шанс выбить отсюда скин... О, косарь. Спасибо. Спасибо. Ну, вот это, блядь, ну, вот это приветствуется. Реально. 2 300 на баллике, ребята. 2 300 на баллике спустя 5 минут, как я зашел на этот сайт. По два раза открываем. Да, если бы за каждый второй раз давал бы Косарь Плюс, было бы прям хорошо. Мы бы сейчас с вами к десятке быстренько так приперлись бы и пошли бы на кейсы подороже, пооткрывали бы. В принципе, майнинг кейс. Надо запоминать, какие кейсы дают хорошо. Я помню, что Азимов хорошо давал. Он мне давал как бы и АВИК за 10-11 тысяч рублей. Вы можете в роликах у меня посмотреть. Он мне давал и хорошие окупные пушки, еще дороже, чем этот АВИК. А, нет, подожди. Да, была М-ка. М-ка Азимов. Он в моменте стоил, короче, что-то 1015. И я помню, он мне выпал. Но я прежде чем залез в майнинг кейс, я слил очень много денег там. И как бы это было логично, что он мне будет давать. Так, и вот неоновый гонщик. Я вам сейчас даже скажу, что у меня на первом месте из майнинг кейсов, что я больше всего люблю. Давай-ка еще раз. А, вот, 565. Отлично. Смотрите, на первом месте я, наверное, отдам все-таки Азимов. Второе место это неоновая революция. Третье место Hyper Beast. Четвертое место неонуар. Пятое Cyrox. Шестое механопушка. Седьмой, вот это хроматическая аберрация. Блин, ну кейс барахла на самом деле. Как бы 123 рубля я отдаю, окей. Если мне не выпадает вот эта пушка, я в минусе. Если она не выпадает, я остаюсь там в плюсе, там, ну, 100 рублей от силы. Даже если мне здесь залетает авик, на который, на секундочку, маленький шанс. Мне залетает авик, я все равно ухожу в плюс, но небольшой. Реально маленький, типа, там, 400 рублей. Да, 400 рублей это деньги, безусловно. Так, и 10 разочков вот этот вот, ну, чисто вот проверки ради. Открою вот этот кейс. Это тоже как к майнингу можно его отнести с ножами. Но если выпадет, будет шик, блеск и очень хорошо. Сюда, блядь, ну сюда. Ну, блядь, ну как это объяснимо? Я не понимаю, реально. Да, я знаю, у меня ролики есть. Два-три ролика назад я выкладывал о том, что я слил энную сумму денег. Не буду говорить сколько, просто перейдите, посмотрите. Но ножик, ножик стоимостью сколько? 8500 рублей. И штык-нож-ночь я оставил для одного интересного ролика, пока я его снимать не буду. Поэтому у меня будет в инвентаре валяться. 8500 с 250 рублей и промиком на 35%, который называется STR777. Ребятки, этот промик у меня на протяжении всего видоса над моей головой в описании под этим видео. Обязательно его используйте. Так, 1600 рублей. Давай я предлагаю что? Поехали. Не хватает 50 рублей. Какой-нибудь дорогой кейсик один тыркнем. Посмотрим вообще, остались ли шансы. Ну, после такого, когда в инвентаре... Второй игрок, тормози, второй игрок, тормози. Спасибо. Его тоже забираем. Тысяча плюс. Тысяча плюс всегда приветствуется. 420 рублей. Я предлагаю, наверное, вот эти перчаточные кейсы с фастом открыть. Прикинь, сейчас какие-нибудь перчатки мне навалят. Блядь, я подумал, что перчатки упали. Реально. Это было бы прям очень хорошо. 23 рубля остается. Майнинг кейс этот нам ничего не дает. И, в принципе, сколько нам? Два раза хватает. Открываем. Ну, еще и P90 азимов. Ой, P90, точнее, P250. 10 раз открываем. P90 залетает азимов. Блядь, ну... Я не знаю. Когда дает, надо брать максимально все. 661 рубль. Вот это сюда. Четыре раза открываем. Дает. Ну, дает херню, поэтому закинем его вот так. Чик, 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 чик. Контракт. 493. Контракт нам дает тысячу. А мы его оставляем с удовольствием. Пять раз вот этот кейсик открываем. Дает нам P250. Нет, к сожалению, не дает. Я думал, сейчас повторим историю. Два раза открываем. И... И ничего. К большущему сожалению. Ребята, с 250 рублей, бля, получилось сделать 8, 500, 9, 10, 11. Почти 12 тысяч рублей. То есть, 250 рублей. Потому что я завязал промик, который называется STR777. 250 пополнил. Плюс сотку почти на баланс получил. Также можете пользоваться этим промиком, который над моей головой, в описании под этим видео. На экране 4 ролика. Кликайте на один из них. Обязательно. И продолжайте просмотр моего контента. Это был сайт EasyDrop. MyCS GO. Баланс 250 рублей плюс промик на 30%. И ролик получился достаточно насыщенный и интересный. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok